Доброе утро! С вами я, Ольга Платонова, и удачное настроение. Сегодня мы будем бороться с вредителями сада. И для этого приготовим жгучее оружие. Многие садоводы предпочитают натуральные средства. Луковую шелуху, табак, махорку, чеснок. Иногда это может быть ботва от картофеля или же от томата. Я покажу, как сделать концентрат из перца, и у нас будет жгучее оружие против насекомых на ягодных кустарниках. Для этого нам нужно взять горький перец. Рецепт таков, что на 1 килограмм берется 10 литров воды. Так как у меня кустарников немного, мне достаточно будет полкило перца. Соответственно, я возьму 5 литров воды. Для приготовления концентрата нам нужно провернуть жгучий перец через мясорубку. Семена, как вы понимаете, мы не удаляем, потому что нам нужна самая горечь. Они как раз-то нам не нужны больше всего. Работать, конечно, лучше в перчатках, чтобы не обжечь руки. Итак, перец готов. Берем 5 литров воды. Повторяю полкило на 5 литров воды. И закладываем в канистру для того, чтобы он настаивался в течение двух суток. После чего я его выну и буду в течение часа проваривать на медленном огне. Для того, чтобы все жгучие свойства перешли в воду. После того, как я его проварила, на двое суток еще я ставлю опять в теплое место. Вот у меня готовый концентрат. На ведро воды я беру стакан. Выливаю его в ведро. И обязательно добавляю горсточку хозяйственного мыла. Мыло нам нужно именно для того, чтобы наше жгучее оружие прилипало к кустарникам, к веточкам и к листочкам. Когда появится пена, это значит, что мыло растворилось. И вы идете обрабатывать кустарник. Опрыскивание проводят каждые 15 дней со дня набухания почек. А заканчивают обработку за 20 дней до сбора урожая. Теперь я засваиваю смородину спокойно. Она избавлена от тли, клещей и мелких гусениц. И вам я желаю победы в борьбе с вредителями сада. Удачного настроения!